Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах, и с вами я, Славян. Справа от меня море, но это не Каспийское, как многие из вас ждали увидеть в этом видеоролике. Это другое море. Чуть позже в выпусках вы все поймете и все узнаете. Я приглашаю вас в новый видеоролик. В этом видеоролике я вам хочу показать, как мы оказались в Грузии, как мы прошли российско-грузинскую границу, где мы ночевали, и вообще, где мы оказались, и что с нами. Ставьте лайки, пишите комментарии, сделайте репосты в социальной сети, поддержите видеоролик, и погнали. Но этот видеоролик я очень хочу начать с предыстории. Итак, поздно вечером мы выехали с горного Дагестана и заехали в Дербент. Уже было темно, все было очень красиво, все светилось, и все было здорово. Мы заселились в квартиру, сняли ее на 3 ночи, оплатили и, собственно, въехали. Единственное, что мы успели посмотреть в Дербенте, это вид на море из нашей съемной квартиры. Проснувшись утром, мы узнали вот эту новость. Объявлена мобилизация частичная. Учитывая, что мы в конце октября хотели отправляться в Турцию на зимовку, мы для этого делали апостели, мы для этого готовили все документы, чтобы там позимовать, сделать ВНЖ. Кто за нами давно наблюдает, это все прекрасно знают. Но учитывая, что прозвучала по телевизору такая новость, мы не стали затягивать и поехали на границу. Поэтому я покажу вам, как было, что было, какие цены в Грузии и так далее и тому подобное, как все прошло. В общем, друзья, смотрите все сами. До границы с Грузией ехать нам 7 часов 2 минуты 430. В Дербенте заливают дизель, стоит 53 рубля. Вот здесь заправка, Full 1 она называется. Я как-то в выпуске про нее уже говорил. Здесь решил попробовать, но только на полторы тысячи. Позже уже будем заливать на нормальный, там, Газпром нефть, либо Роснефть. В Дагестане обычных привычных там заправок нет. Вот оно, Каспийское море. Как хотели там покупаться, но мы, к сожалению, не успели. Вообще, Грузия должна с нами было случиться, может быть, через полтора месяца, пока мы путешествуем. Но случилось настолько быстро, что сами того не ожидали. Дело уже к закату. Пасмурная погода. Наконец-то стало прохладно. 26,5 градусов. Нам осталось ехать 130 километров. У нас топливо на 260, помните, я заливал на полторы тысячи. Вот перед Грузинской границей будем заливать полный бак. Наверное, на Лукойле. В последний раз налил на Лукойле, топливо мне понравилось. Еще пока едем, посмотрел, что будет по долларам. В итоге, как я понял, с Тиньковской карты нельзя снять доллары, потому что, когда, помните, замес был с этими долларами, был установлен лимит. Тогда у меня на счете было 63 цента. Они поставили 63 цента лимит. То есть больше 63 центов я снять не могу. В принципе, полистал всякие чаты. Можно взять наличку рублей и уже в Грузии поменять на Ларе. Возможно, сделаем так. В целом, я думаю, на месте уже что-нибудь тоже можно придумать. Еще, учитывая, что мы поздно сейчас будем пересекать границу, то есть будет темно, двигаться по вот этой военной дороге грузинской, не хочется, не рекомендуют по ней ехать, а, в принципе, сам не любитель ночью. Там есть деревушка или город, это небольшой, сразу после границы. Я посмотрел, там есть парковки, там можно заночевать. И уже утром купить там же страховку на автомобиль и, наверное, местную сим-карту. Но как будет, оставайтесь и посмотрим. Кстати, еще забыл сказать, то, что пока мы едем, я скачал полностью оффлайн грузинскую карту в Яндекс. И будем именно по ней двигаться. Потому что связи в любом случае пока не будет. Солнышко все садится и садится за горизонт. А нам осталось 90 километров до границы. Так, ну и, собственно, вот он Лукойл. Здесь мы заправимся, сходим в туалет и поедем дальше. Все, мы заправились и выдвигаемся на 4. 4,200 вышло. Перед Владикавказом нас остановили, посмотрели машину, в будку отвели, проверили документы и двигаемся дальше. До границы нам остается 49 километров. Заезжаем по Владикавказу. Ну а так, конечно, очень хотелось бы этот город посмотреть по-нормальному, но нет, будем только проездом. В общем, с долларами засада, поэтому я решил, что нужно снять 5000, того у нас будет 9000 с наличными деньгами. Ну а там, если что, уже где-нибудь поменяем на границе, надеюсь. То есть наличку снял, все, теперь прямиком отправляемся до границы, ехать нам до верхнего лара 46 минут, точнее, верхний лар. Сейчас самая актуальная тема – это деньги. Как их получить, как их приумножить и, самое главное, как заработать. Об этом многие говорят, но мало кто понимает, что финансовой грамотности нужна дисциплина, так же, как и в спорте. Об этом многие говорят, но мало кто понимает, что в финансовых вопросах нужна дисциплина, так же, как и в спорте. Чтобы быть богатым человеком, нужно знать, что делать с деньгами, как их сохранить и как приумножить. Если вы ежедневно работаете над своей финансовой дисциплиной, то вы очень быстро получите результат. И если в спорте вы получаете красивые мышцы, в финансах, благодаря дисциплине, вы можете получить капитал, который станет вашей безопасностью в любой кризис и не только. Я знаю, как сделать первый шаг к финансовой дисциплине, чтобы потом получить капитал и финансовую свободу. Посетите бесплатный мастер-класс, который проводит инвестор с 15-летним опытом, живущий на пассивный доход. Его задача номер один – обучить сохранять ваши деньги, чтобы вы не тратили их под ноль, чтобы не залазили в долги, даже если вам кажется, что это невозможно. Задача вторая – приумножить кратно ваши сохраненные деньги пассивно, без вашего участия, чтобы в будущем вы могли жить на дивиденды своего капитала и обрести финансовую свободу. А из этих двух задач уже вытекают другие. Как выбраться из-за долгов, даже если это миллионы? Как накапливать на крупные покупки, при этом не ужимая себя во всем? Как обеспечить финансовую защиту и быть готовым к неприятным моментам в жизни? Как грамотно инвестировать свои деньги и уделять этому всего 4 часа в год? Как дать образование своему ребенку стоимостью 2-3 миллиона? И так далее. Все это возможно, даже если ваш семейный доход – 30-40 тысяч рублей в месяц. Регистрируйся на бесплатный мастер-класс в описании под этим видео. В общем, это начинается проспект Коста. Из проспекта Коста мы как раз сейчас попадем на военно-грузинскую дорогу. Через 3 километра. Прямо ехать нам 25 километров. Здесь есть, я так понимаю, стояночки даже. Так, движение грузового транспорта через мапы в Ларс осуществляется по электронной очереди. Так, 17 градусов пишет, 17,5. Там на Ларсе. Нормально, нормально еще. Моросит небольшой дождик. Дорога идет такая, что сплошная. Мы, получается, вот видите, прицепились за какой-то фурой. Она едет, конечно, медленно. 50 километров в час. Здесь можно ехать 70. Не знаю, видно вам, не видно, но справа, справа горы. Спереди, по-моему, тоже. Здесь, конечно, очень красиво, но, к сожалению, вот так вот ночью, видите. Завтра, значит, еще все получится. Нормально пройдем, завтра проснемся с обалденным видом на высоте. Надеюсь, все получится. Смотрите, есть места, где включены фонари. Вот, едем. Ехать там еще 19 километров пишет. Ну, я так точку ткнул на КПП прям. Будет вам видно, не будет видно. Смотрите, слева, справа двигаемся в таком щеле. Горы высоченные вообще. Да, ночью, конечно, ехать. Блин, я не знаю, я бы прям съездил, встал на ночевку бы и все. И дальше бы не двигался. Но надо, надо пройти сегодня. Еще самое важное успеть сейчас до пересменки. Вот кто не знает, пересменка, значит, в 9 утра и в 9 вечера у них происходит. Поэтому в пересменку, конечно, лучше не попадать. Иначе на час можно точно прибавить себе время прохождения. У нас время сейчас 7. До пересменки 2 часа. Я надеюсь, что я успею. Но это не точно. Но посмотрим. Так, я не знаю, впереди очень много, очень много огней. Мы едем вообще впервые на машине в Грузию. Поэтому вот что, как бы, находится впереди, даже не знаю. Вижу, что очень сильная гроза. Вот это я видел точно. Думаю, вам тоже было видно. Так, здесь, по-моему, смотрите, есть заправка. Вообще, нам еще 12 километров. Смотрите, здесь есть заправка. Если кому-то нужно будет, вот по левую руку. И огромная-огромная-огромная парковка. Пересекаем реку Суаргон. Здесь висит табличка, смотрите, горная Сан-Ибаба. И начинается огромная-огромная очередь из фур. Кто едет, ребята, за фурами вставать не нужно. У них своя очередь, свое электронное. А нам нужно вот сюда. Здесь фуры стоят, я знаю, днями, ночами, неделями. Я думаю, что легковые машины проходят гораздо быстрее. Но, опять-таки, у нас тоже будет, скорее всего, сейчас очередь какая-нибудь. Но, я надеюсь, нам повезет. Пройдем мы очень быстро. Конечно, хотелось бы. Здесь же стоят ребята, которые ловят попутки. Так, и, собственно, вот наша очередь. Река Белая. Так, ребята, давайте засекаем время. Смотрите, 19.33 мы подъезжаем. Вот поговорил с мужиком. Он сказал, что здесь тебе невыгодно менять деньги. Не меняй, поменяешь там уже, когда проедешь. И страховку тоже сделаешь там. Здесь страховки не делают. Вот, ну, в общем, как-то так. Попросил его довезти, но, к сожалению, я не могу это сделать. Вот так это все выглядит. Мельком немножко покажу. Сильно снимать не буду. Так, мы, собственно, что-то постояли. Он говорит, паспорта нужны. Я достал паспорта. Они стояли между собой, что-то терли. И в итоге это... Все, проезжай, говорит. Странно. Ну, смотрите, ребята. Короче, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать проходных. И перед нами в проходные, получается, вот две машины. Я так понимаю, фуры и автобусы проходят отдельно вот в этих вот штуках. Вот. А мы маленькие все вот так вот в очередях. Здесь есть дьюти-фри. И поздравьте российскую границу, мы прошли за, получается, что, 30 минут. Прикиньте. В общем, здесь еще посмотрели паспорта еще на выезде. И мы попадаем на нейтральную территорию. Ху-ху. Вот так вот тут. Так, вырубаем пока свет. Ой, слушайте, конечно, жутковато. Мне там в чате написали, что перед вот деревухой, где мы будем спать, огромная яма на дороге, и люди пробили колесо. Поэтому надо будет быть внимательными. Да, уж слушайте, вообще непонятно что, непонятно как. Так, 3 километра, по-моему, нейтральная территория. И заезжаем в Грузию. Так, мы прошли, как бы вот, едем по нейтральной территории, и здесь встали. Встали в пробку, непонятно на сколько, непонятно до когда. Засекем время, посмотрим... Ой, я с дальним что-то еду. Посмотрим, как и что. Время 20.11. Связи здесь, кстати, нет. У нас МТС, связи уже нет. Короче, шел здесь парнишка. Видимо, просто переходит пешком границу. И я спросил, что там, говорю, случилось. Он говорит, там выехали, встречка на встречку, и не могут разъехаться. И вот все, и вот так вот стоим. Он говорит, можешь пока поспать? Так, время 20.28. И мы чуть-чуть проехали метров 100. Брось 100, метров 30 может быть. Время 20.46. И мы снова начинаем двигаться. Не знаю, надолго, ненадолго. Трындец. Значит, надо так было русскую границу пройти настолько быстро, чтобы потом на нейтралке встрять вот так вот. У нас, короче, тут такая жуть. Смотрите, заезжаем в туннель. И пробка дальше в туннеле. Это, конечно, такая себе история. А сам по себе туннель, дорожное покрытие, оно разбито. Видите, как фура пляшет? Пляшет. Ой, даже я чем-то черканул. Ой, 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 ой. Вот это жесть, конечно. Просто тачку зарыли. Ну, сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Стоим вот долго. Мы уже даже сюда поставили биотуалет, чтобы все сходили в туалет. Думаем, уже чай может быть начать пить. Вот в туннеле вот так вот. Прикиньте, в туннеле это просто нереальнейшая жуть. Не завидую тем, у кого калустрофобия, попасть в такую пробку в туннеле. Максимальный какой-то прикол, впереди приора, вот впереди этой машины, и он сломался. Но мы хотя бы выбрались из туннеля, это уже хорошо. Чувак, который сломался, ему там ребята вышли, короче, помогли покрутить стартером, и он завелся. Да. Слушайте, вот которую машину проезжаем, это, по-моему, уже четвертая. Вот ты, получается, если ломаешься, тебе вот так вот прям в кювет, видите, белая стоит. Ну, похоже, мы поехали. Разетовали там пробку. И вот, видите, 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 вроде норм. Время 21.27. Сейчас, получается, мы простояли. Мы снова заехали в туннель. Кстати, вот в Россию тоже поток достаточно приличный. Много транзитных машин, я так понимаю, это грузинские транзиты. Много автобусов. Вот фур, кстати, вот сколько сейчас едем, одни легковушки. Дамы и господа, мы подъезжаем на грузинскую границу. И вы только посмотрите, как красиво она выглядит. Просто, я не знаю, небо и земля. Такие, типа, барн, барн-турникеты, барн-хаусы. Прикольно, очень ослушайте. Короче, ребята, как совет, смотрите. Здесь две очереди, слева-справа. Вставайте в самую левую, потому что справа еще пытаются залазить, и правая вообще не едет. А левая едет, ну, примерно на 5 машин быстрее. Не знаю, как там ребята проходят, Настенька чуть позже расскажет, но здесь примерно на машину в среднем, ну, минут 5. Так, время сейчас 22.17, заходили мы на границу в... во сколько я сказал? В 19.30, да? Там, Настенка, быстренько все. Ну, ты минуту, да, ждали меня? Ну, не минуту, ты что, нет, минут 10 тебя ждали. А, вы меня ждали? Да, мы тебя ждали. Мы сразу зашли, я, короче, не знаю, я подошла сразу, мы тут там два человека, а не раз, раз, мы их быстро. Я такая, ну, стоят все, стоят, я туда пошла, думаю, ничего не это не сказал. Нас сразу пропустили все. Ну, понятно. Ну, все, едем, значит, на стоянку ночевать. Пока непонятно, что за виды, но завтра утром обязательно увидим. Так, я сделал страховку, значит, 1000 рублей 15 дней. Здесь же принимают, значит, рубли российские. И здесь же он мне поменял 2000 и дал мне 72 лари. Что получается по курсу это? Короче, вот здесь сейчас будет, я сейчас не посчитаю. Все, теперь точно едем на ночлег. В принципе, все такое сделали. Осталось только купить сим-карту, но сим-карту уже завтра. Я забыл сказать то, что, смотрите, вот прямо перед вот этим туннелем, с правой стороны как раз палаточка, где можно сделать страховку и поменять первую денежку. Дорога, конечно, очень темная, но дальше мы едем. Нам буквально тут 10 километров надо сейчас проехать. Думаю, ничего не видно. Вот так вот встали на парковке. Ну вот, все, будем ночевать. Спокойной ночи. Вот и утро. Всю ночь лил дождь. А и была надежда, что мы проснемся и насладимся видами. Но нет. Все так же, все так же стекла в каплях. Сейчас попробую показать. Особо ничего не видно. Видите. А хотя если вот так сделать. Ну там все вытянуто. Вот, видите как. К нам еще ночью приехал уазик. Требольщик какой-то. У него такие наклеечки. Прикольные. Прикольные. 41 страна. И вот мы лежим уже, наверное, часа 2, наверное, да? В 6 копейки мы проснулись. Часа 2 лежим. Кто чем занят? Кто-то бесится, кто-то нежится. Кто-то играет. Неохота вставать, потому что есть понимание, что здесь все кафешки пока не работают. А надо позавтракать. Ходи, привет всем. У меня окошко-то открыл, и все так-то видно. Смотрите. Там даже снег на вершинах есть. Видите как? Блин, мне-то очень нравится архитектура. Вот напоминающий красную поляну. Красота. Первое утро в Грузии. Вот так вот. Вот тут возле нас чувак, у него случилась неприятность. Он, видите, в красной куртке проколол себе колесо. Я так понимаю, что он уже даже себе запаску поставил. В итоге ее тоже проколол. У нее ни домкрата, ни ключа. В итоге вот ходил-ходил, спрашивал. Вот видите, вот мужчина крутится сейчас. Это грузин в соседней машине был. Он ему дал домкрат. А вот чувак вот из этой серой бэхи ему дал баллонник. Баллонник вот совместными усилиями пытается что-то сделать. У нас сейчас задача не из легких. Нам нужно собрать всю машину. Но учитывая, что дождь, это нужно сделать не выходя из машины. Но вчера получилось у нас разложиться так, что все сидели в машине. И мы здесь собрали вот так вот кровать нашу. У меня получилось это сделать. Разложили мы салон. Пока постельное белье мы перекинули туда. И в принципе все. Сейчас думаем, что с завтраком, что с сим-картой. Да. Потому что время только 9 час. Еще походу ничего не работает. Вот и погода. Как бы даже не перекинуть все из машины, потому что не хочется намокнуть. А еще хочу я показать. Мы тут присмотрелись. Видите, как сливается вот эта вот штука. Это вот у него палатка. Это получается старенький ландровер. И сверху палатка вот такая вот становится. Он там спит. Первый мой выход в город, так сказать. Смотрите, какие виды. Невероятная красота. Я походу нашел симку. А еще надо еды нарулить. Так, я вот тут в палатке. Где она тут, господи? Вот тут вот. Узнал про симку. Стоит 35 лари на 7 дней безлимитный интернет. Но мне кажется, здесь немножко дороговато. Я даже не знаю, что делать. Стоит ее брать или стоит. Тут немного цен. Яйца. Молоко. Мука. Масло. Макароны. Так, ну и хлеб. Ну, типа всякие рулетики. Печеньки. Конфетки. Так, вот юбилейные. 5 лари. Я совершил первую покупку. Это магазин Spar. Теперь все-таки пойду, куплю сим-карту. Куплю только одну. А там, может быть, в Тбилиси уже возьмем вторую. Мне кажется, здесь дороговатая она. Так, ну что, я совершил первые покупки. Купил себе телефон, этот, господи, сим-карту. Называется SilkNet. 700 рублей безлимитный интернет. Раздавать можно на 7 дней. Потом через банкомат можно, ну, через терминал, короче, как-то пополнять. Также совершил покупки. Купил он печеньки, хлеб, яйца и хлебцы. Все это дело вышло на 13 лари. И, кстати, здесь выгоднее менять, потому что здесь он меняет по курсу 23 лари за 1 рубль. А там я менял возле границы за 27. Вот так вот. Так, у нас закончился дождь. Я даже вышел на улицу спокойно. Посмотрите, какая красотища впереди. Это невероятная история. Класс. Сейчас будем срочно готовить завтрак. И пока дождя нет, надо все это делать, перекидать. Как же это здорово, готовить себе завтрак вот с таким видом невероятно. Здесь очень огромные горы. И они другие, они совершенно другие. Они другого цвета, они другого леса. У них все по-другому. Купил пока местную симку. Начали все звонить. В итоге завтрак готовлю. И не заметил, как перевернул яйца. Детям-то успел приготовить. А вот нам с Настенькой нет. Поэтому дубль-два, бегу в магазин. Славик помогает и двигается завтраком. Вот так папа у нас на улице завтракает с соседями. А мы в машине. Нероска, ку-ку. Вот в такой вот хорошей компании с нашим соседом, который ездит на Defender. Вот у него очень много стран наклеено. Эти все страны он посетил именно на нем. Он сейчас двигается потихоньку в Армению. А мы будем двигаться потихоньку в Турцию. Все, я сейчас очень быстро собираюсь. Все это дело убираем. У нас погода налаживается. Дай бог наладится и будет классно. Вот посмотрите, сколько ребят стоят. На автобус. Но это, по-моему, они стоят на границу с Россией. Мы сейчас выехали, отправляемся в сторону Тбилиси. И нас впереди ждет как раз вот эта вот дорога. Так называемый страшный серпантин. Вот. Все это дело вместе сейчас будем смотреть. Кстати, смотрите. Висит флаг Грузии и флаг Евросоюза. Какая красота впереди. Здесь уже такая, смотрите, осень. Деревья такие разноцветные, желтенькие, зелененькие. Горная река у нас справа. Река Снос-Скалия. Наверное, правильно прочитала, возможно, нет. Мы едем, пока все нормально. Виды настолько потрясающие. Круговые горы в облаках. Есть снежные вершины, их тоже видно. Дорожное покрытие прекрасное. Но, возможно, пока, возможно, дальше будет все хорошо. Я не знаю. Есть деревушки, есть очень старые постройки. Видели уже церковь старинную на горе. Прям такую в виде башни. Класс. Так, посмотрите, на нашем пути первая канатная дорога. Вот так вот выглядит. Везет куда-то на вершину. Видимо, здесь может быть какая-то горнолыжечка. Называется... Называется деревушка Алмасиани. Так, у нас, смотрите, первый поворот на серпантине. Такой, где фуры прям залазят на нашу полосу. Я поэтому их пропускаю. Вот. И дальше сам начинаю карабкаться. Он такой, видите, очень-очень достаточно опасный. Но для фур плюс это склон. Да. Видите, какая высота сразу у нас начинается. Поэтому, конечно, нужно пропустить. Так. Хоп. Вот так вот. 180, потом еще 180. Обалдеть. А канатка все идет. Ой, какой там водопад сильный. Здесь, кстати, вот есть еще туннели. Это вот второй. Но они не функционируют. Они, видите, ленточка так перевязана. И мы как бы их объезжаем с краю. Пожалуйста, еще туннель. Только не просто с такой арки, да. Видели? Прям с такой крепостными воротами прям. Вот снимаешь, да, вот так вот. И даже вершин горы не видно. Приходится к камеру вот так вот наклонять. Посочинные горы. Так колоритно. Вот там кто-то стирает возле вот этого вот водопада. Мы вот так вот. Да-да-да, женщина стирает. Мы вот так вот поворачиваем. Виды в обратку. Солнечно это уже хорошо. Но здесь тоже лил дождик. На улице 12 градусов, между прочим. 12. Но это потому, что мы высоко в горах. Мы сейчас забираемся на высоту примерно 2500. Мы вот еще сколько едем. Вот так вот стоят какие-то палатки. Единственное, что я не понимаю, для чего они. Типа номер 7. Номер промаркированный. Как будто, знаете, как будто это какие-то номера. Может быть делают какие-то восхождения на вершины. А здесь и какие-то лагеря базовые. Кто в курсе, напишите, пожалуйста. Какая-то невероятная красота кругом. Мы вот уже видели ледники. Подождите-ка. Сейчас пропустим фуры. А то они нас прямо это... Что они не сбили? Ну как-то да, они так заходят. Очень странно. Посмотрите, раз, смотровая какая. Так. Все, у нас дорога немного пойдет сейчас вниз. В общем, здесь есть смотровая площадка вот такая вот красивая. Но учитывая, что у нас Мирошка заснул, решили не заезжать. Есть еще, кстати, здесь платная парковка. Три лари легковая машина, пять лари бусик и десять лари большая машина. Посмотрите, какой у нас сейчас будет впереди прикольный туннель с арками. Так. Да, и мы сейчас будем ехать как раз по нему. Ух ты. И, кстати, такой примерно туннель есть в Крыму. Смотрите, как здорово. Сразу после туннелячка, после этого, видите, какое обрушение произошло. Здесь нужно, соответственно, пропускать. Да уж. И после этого обрушения мы заезжаем в Угудаури. Это, кстати, курортный городочек. Здесь катают. И он нас встречает дождиком. Смотрите, как здесь прикольно. На самом деле, если, ну, позволю сравнить, например, с Красной Поляной, там, конечно, все шикарнее. На других горнолыжных курортах мы не были. Ну, вот, например, красивый домик построенный. Вон они, подъемники. Они открытые. Везут куда-то туда, в туман, на вершину. Здесь, вон там еще внизу есть всякие отельчики. И все в тумане. В тумане, в тумане, в тумане. Отель... Кейп... Кейпрдэм... Что такое? Шик. Вон куда-то туда увозят. Там где туман. Так, у нас сейчас будет очень крутой спуск. Мы вот, смотрите, вот с этого холмика спустились на 180 градусов. Сейчас будем еще раз спускаться вон туда вниз. Посмотрите, какая там красота. Какие там облака. Это все очень лежит низко. Мы, естественно, пропускаем длинномеры, потому что они радиус закладывают конкретный и просто могут зацепить. Да и вообще в горах есть такое правило, что пропусти того, кто идет на подъем. Вот так вот мы едем. Ну такой, слушайте, прикольный поселок с перепадом высот. Кстати, здесь вот есть топливо. Давайте я вам расскажу. Не знаю... А, дизель 4.34, 3.39 еще есть дизель. Получается рублей 70, наверное, 80 стоит литр дизеля. Ну, нормально. Сейчас на серпантине начинает самая прикольная дорога. Вот так она выглядит. Вот мы по ней спускаемся вниз. Немножко расскажу вам, смотрите. Вот перед вот этой вот деревушкой, Квэмо Млета, есть родничок. Достаточно большой напор. Если вам нужна вода, можно остановиться на Брате. Я не успел включить камеру и его показать, этот напор. И нам, в принципе, пока не нужна водичка, поэтому мы не остановились. Но вот, знаете... Красоты, красоты, красоты. Снизу течет река. Кстати, все эти реки, видно, есть понимание того, что они очень прилично выходят из берегов, когда идут постоянные дожди. Кстати, вот сейчас еду, все продолжаю там мониторить группу Верхнего Ларса. И вы знаете, там уже печальная ситуация, потому что там пробка уже более 10 километров из легковых машин, ребята. То есть людям стоять часов в 12. В лучшем случае... Ну, мы проскочили вовремя. Вы сами все видели. Вообще никого не было. И... Ну, вот сегодня уже все как-то поехали. По пути в сторону Тбилиси, вот на реке на этой, огромное количество рафтинга. То есть если вы любите экстримчик и никуда не торопитесь, то вы можете остановиться, покушать и сделать сплав по этой реке. Она, кстати, прилично бурлит. А у нас же, видите, такие горы, знаете, не скальные, а больше такие горы леса. А вот посмотрите, башня на горе стоит. По пути мы проезжаем Ананури, такую крепость, пляж и водохранилище. Да, крепость вообще классная, конечно. Смотрите, какие красоты. Смотрите, там же есть и пляж, можно покупаться. Да, виды, конечно, вау. С другой стороны едем, посмотрите, какие виды. Так хочется запустить дрон, но, к сожалению, нет, потому что моросит дождик и, как бы, ну, рискованно вся эта история. Поэтому давайте только так через камеру. Но я думаю, что и так очень круто передается. Мы снова проезжаем заправку. Смотрите, значит, 4 лари экто какой-то, дизель 3.90. Как-то у них такая странная маркировка. Ну, вообще, 4 с копейками лари, умножайте это все на 21. И вот, как бы, цена, там, 80 с копейками получается литр. Не знаете, как вот цифры большие, цена, а какой вид топлива, прям таким мелким-мелким шрифтом, еще и синим, что вообще непонятно. Поэтому второй раз не успеваю прочитать даже. Так, а вот еще, смотрите, есть лукойл. В среднем цена 3.35, 4 за топливо, дизель 4. Вопрос только один. Это реально лукойл? Или как в Дагестане? Типа лукойл, но это как бы не лукойл. Вообще, едешь пока по этой дороге, очень много отелей, очень много ресторанов, очень много просто кафе. Даже есть такие, типа, таблички фастфуд. Есть всякие шинные центры, сервисы, где можно заехать на шиномонтаж, если кому-то нужно. Также здесь есть автосервисы, тоже я несколько видел. То есть, в принципе, дорога такая классная. Вот этот небольшой серпантин, по которому мы с вами ехали, вот он есть, но он абсолютно нормальный, как бы нет ничего такого, типа, вау, какой же он опасный. Например, с тем же в Дагестане, если сравнить, где мы как раз недавно были, то там гораздо все серьезнее и опаснее. Здесь норм. Самое главное, как говорится, пересечь границу, а остальное вообще все прям красота. Также по пути есть вот такие эти магазины Spark. И в них, между прочим, есть даже Wi-Fi. Ну, вдруг вы двигаетесь без симки, то можно вот так заскочить и подключиться. Собственно, все основное про эту дорогу, про пересечение границы. Надеюсь, видеоролик вам будет очень актуальный, поможет вам грамотно и правильно доехать, поменять деньги и так далее и тому подобное. Пишите свои комментарии, если, например, есть что добавить, то, конечно, добавляйте. Еще несколько видеороликов будет обязательно про Грузию, потом мы обязательно отправимся в Турцию. Так что обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Поездки в Турцию мы готовились достаточно давно. В том году мы там жили и поняли, что нужно приехать на машине. Когда мы ее купили, мы сейчас сделали, опостили тоже выпуска. Все это показывали, чтобы получить ВНЖ беспроблемное. А еще обязательно посмотрите все предыдущие ролики про Тагистан. Это было тоже невероятное путешествие. Все. Кто не поставил лайк, ставьте лайки. Буду с вами прощаться. Увидимся в новом видеоролике. Пока.